ребята здорово получил посылочку для чпу станка хочу собрать станок так как все находится в общей коробке у вас может сложиться впечатлением что я заказал набор для сборки чпу станка на самом деле это не так я заказывал отдельные детальки всякие валики ролики ремни помпу и заказал все это на таобао к сожалению таобао доставляет только по китаю то есть для того чтобы вам доставить в другую страну отлично в китаю в идеале у вас должен быть друг китаем который закажет все это столбао закинет коробочку и коробочку почтой отправит к вам по адресу но таких друзей не у каждого имеются поэтому есть сервисы которые помогают это сделать один из сервисов это юбай если вы кстати зарегистрируетесь вам предлагают 10 баксов я уже зарегистрирован поэтому я просто войду используя сервис юбай можно двумя разными способами первый способ он немножко посложнее при регистрации вам дается уникальный адрес который вы можете указать как адрес доставки в любом китайском интернет-магазине который доставляет только по китаю допустим на таобао далее вы заказываете именно на этот адрес оплачиваете продавец который продает он даже ничего не понимает он единственное что он понимает что это все идет в китай и отправляет вам по нужному адресу все это приходит в сервис юбай а дальше они уже по вот этому коду определяет что это именно ваша посылка и ставит это все в вашу ячейку вы у себя видите что пришла там одна посылка 2 3 4 и когда вам надоест собирать эти посылки вы можете уже нажать кнопочку оформить и все эти посылки из ячейки будут закинуты в одну коробку и отправлены вам ну и второй способ он самый простой которыми я почти всегда пользуюсь но он немножко дороже допустим вам нужен вот этот товар вы просто копируете ссылку переходите на главную страницу юбай и просто здесь вставляете ссылку далее вам нужно подтвердить что вы согласны с ценой 937 это стоимость товара плюс доставка от продавцах на склад юбай будет стоить 188 если вас все устраивает то вы нажимаете добавить корзину все ваш товар успешно добавлен корзину дальше я хочу добавить допустим вот эти вот ролики точно также вставляю сюда ссылку нажимаю поиск и чуть-чуть жду здесь уже можно выбрать опции от продавца 16 отверстий 12 миллиметров либо 11 отверстий 5 миллиметров ну и видите при изменении меняется цена допустим выбрали что вам нужно это также добавляем в корзину до работает данный сервис немножко с тормозами но тем не менее подождать 5-7 секунд пока товар добавится в корзину не проблема ну и дальше вы просто оплачиваете есть несколько способов оплаты можно использовать купон который у меня был при регистрации на его уже давно использовал и дальше уже работники юбай сами все закажут она придет на склад и вы уже когда все наберете просто выберите что вы хотите чтобы вам то что есть уже на складе отправили к вам страну по вашему адресу вам это все упакуют запакуют свозьмут вас денежки за каждую операцию но зато это очень просто вы просто добавляете ссылку плате деньги и получаете товары больше вы ничего не делаете хотя это способ немножко дороже узнать примерную стоимость доставки можно при помощи калькулятора понятно что цена зависит от веса тут указан вес наиболее часто используемых товаров что вы могли хотя бы ориентироваться ну и например пересылка выбираю свой город 10 сантиметров на 10 сантиметров на 10 небольшой кубики посмотрим примерную стоимость затрат заказал всякие штучки дрючки по несколько штучек нем все нужно 3 но я заказал 5 чтобы был запас так здесь здесь помпа судя по всему помпа бушная помпа паркер очень хорошая помпа новая стоит в районе 200 250 баксов там плюс доставка туда-сюда растаможка и там будет стоить как самолет я купил бушные мне нужно 2 взял третью чтобы ну чтобы была потому что они бушные мало ли может дохло из двух одну соберу в общем это какие-то из медицинского оборудования насколько я понимаю интересно тем что двигатель здесь стоит бесщеточный то есть там стоит инвертор маленький питается 12 вольт видно что демпферы уже все вот износились тут уже трещины усталостные то есть ну поработали они достаточно долго видимо вот так стоит постоянно и под силой тяжести потихоньку потихоньку на ebay находил долларов за 40 такие в китае они около 15 что тут долларов но поэтому и взял на одну больше надеюсь что работают в более новых как правило есть еще и третий провод то есть ты подаешь просто плюс-минус третьим проводом ты еще можешь производительность регулировать должна сосать неплохо он поработает это уже классно так как одна работает это уже хорошо еще одна помпа давай посмотрим я сразу же ну тут тоже есть трещины надо бы где-то найти где эти демпфера можно купить хотя наверно так она и поработает нет ничего более постоянного чем временное но им по идее ничего не должно быть потому что моторы без коллектора и то есть они вечны единственно там подшипники могут разбиться со временем наверное но за такие бабки там скорее всего стоят хорошие моторы это один момент а второй это резиновые поршни для думаю что там сделано из качественной резины потому что помпы реально дорогие но здесь тоже сало но блин какой-то цвет нехороший в этих трубках будто через них что-то гоняли такое думал но для вакуума может через какие-то жидкости все-таки риск брать что-то из медицинских систем куда запах так я надеюсь что видео будут со мной еще выходить на руки обязательно помоем для этих помпы взял клапана клапана взял на шару я понятия не имею как они работают вообще есть разные клапана продаются то есть клапана где просто вот такие вот два штуцера здесь же я специально взял три штуцера потому что в нормальном состоянии какие-то из двух этих штуцеров связаны когда он включается другие два штуцера начинают быть связанными когда я подаю питание чтобы были два штуцера которые один идет на ну допустим вот этот он идет на то что будет всасывать второй штуцер идет к помпе и когда я подаю питание то у меня помпа получается создает вакуум этот вакуум идет на инструмент как только я отключаю питание у меня клапан который идет на помпу закрывается и в инструмент подается атмосферный воздух я не знаю какой из этих штуцеров что делает там вообще было практически непонятно даже размеров не было вот этой вот штуки я вы сейчас вижу что но судя по вот этим трубкам которые здесь есть размеры вот этих вот трубочек но они это явно не то что что мне нужно было конечно себя видел что здесь но я честный в этом паркере не знал какие размеры по фотографиям и же нету двух рядом да все куплено в разных местах и все это очень сложно оценить его сейчас она приходит и уже видишь и уже начинаешь думать где что купить у нас кстати сложно купить все эти трубки и в общем я специально взял с тремя отверстиями потому что он в состоянии когда ничего не подано какие-то два из них соединены а в состоянии когда подано другие два из них соединены таких 3 то одно из них будет общим и он будет перебрасывать то в одну сторону то в другую 12 вольт 160 миллиампер потребляет а ну помпа сколько потребляет 190 170 210 ну короче клапан жрет почти как помпа кстати индия я думал сша паркер моторы в индии сама вот эта система в сша просто включать выключать помпу не получится потому что когда вы будете отключать помпу компонент еще какое-то время будет причем достаточно долгое время там могут быть там 5 секунд 10 секунд будет еще держаться на игле поэтому обязательно нужны клапаны то есть по-хорошему должен быть какой-то ресивер вакуум должен создать определенный который тебе нужен вакуум отключиться потом снова включиться снова отключиться а уже клапана должны подключать инструмент отключать подключать отключать 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 когда подключается инструмент вакууму компонент присасывается потом я когда ставлю компонент на место я клапаном отключаю компонент от вакуума причем он не просто перекрывает вакуум а он соединяет инструмент уже с атмосферным воздухом и вакуум из трубки выходит очень быстро мне так кажется и так ремни белые ремни написано что они с металлическим кордом черный ремень с каким-то полиуретановым я взял один такой один такой на всякий случай в общем там какие-то нити синтетические тут прям тросик но народ на форумах пишет что это это растягивается у меня честно говоря нагрузок больших там не будет то есть он просто будет каретку перемещать там инструмент не будет грызть там дерево или алюминий то чтобы его нужно было силой тянуть модуль зуба да все огонь я понял это другая газета 42 мотор то есть тут 5 миллиметров а это под 57 мотор там уже вал а вот смотри они даже дали так много так много зипа дали наверно по два в общем это уже под 57 мотор здесь кстати сервоприводы 42 то есть они выглядят следующим образом это обычный шаговый двигатель 42 на нем плата или это правильно сказать в общем на валу стоит магнит здесь стоит наподобие что-то компаса я понимаю что там стоит но не могу это сказать то есть компас который измеряет направление магнитного поля и он знает в каком положении сейчас вал мне нужно чтобы эта штука ставила компоненты и если вдруг ну допустим когда я там буду в дополнительно стоит компонента я что-то делаю там лазью что-то там пытаюсь поменять и допустим если каретка в этот момент в меня уперлась то двигатель не хватит мощности мне там сломать руку и он пропустит пару шагов как только произойдет какой-то затык у нас вся остальная программа она уже будет идти неправильно в данном же случае данная плата она считает сколько импульсов двигатель должен открутить она пытается открутить и отслеживает своим вот этим энкодером магнитным открутил ли он нужное количество или нет если он не смог открутить нужное количество то она это учтет то есть она она попытается докрутить и потом если пойдут уже импульсы что он должен крутиться в обратную сторону то она это все вычтит и в общем да вот этот шаг конкретно где была моя рука он будет сбит он собьется но дальше она выправиться и то есть он он уйдет сюда он здесь упрется но дальше он не вылетит куда надо а вернется именно туда куда он должен вернуться так дальше смотри а это датчики давления и судя по всему у них такой же хобот у них точно такой же хобот то есть тут нужно куча трубок и куча переходников до хобот на 2 миллиметра можно поставить этот паркер поставить ресивер например из баллончика от краски я думаю будет неплохой ресивер поставить туда в магистраль такой датчик и отслеживать если вдруг давление стало нужно то просто ты отключаешь помпу потом помпа через какое-то время когда давление ушло из заданных пределов с нужным тебе диссерейсом помпа запускает чтобы он не постоянно молотил включался выключался включался выключался если расход вакуума будет небольшой посмотри доставка мне сломала здесь что только один именно поэтому я сразу взял себе слушай а он был сломан и потому что если бы сломался в дороге здесь где-то вот внизу валялся бы последний герой дня тут под винты m5 подшипники крутятся и так ремень одним концом крепится к узлу который она будет перемещать дальше он обгоняет роли который стоит здесь на двигателе дальше он идет на вот этот ролик который стоит неподвижно в другом конце станка огибает и снова возвращается вот сюда и здесь крепится получается когда мотор крутится каретка двигается туда-сюда туда-сюда вот кстати колодка которая ставится в 3d принтеры либо в другие места вместо драйверов то есть как правило там стоят уже драйвера нужные вот на такие вот платах и вы там ток можете подстроить и на каждый двигатель стоит платка вот таким вот драйвер здесь же драйвер стоит на самом двигателе и вы в платку только втыкаете вот это вот переходную площадочку и ставите переходную площадку и все должно наступить чудо вы ставите вот этот двигатель вместо вашего родного двигателя на 3d принтере и все начинает работать нормально на самом деле на 3d принтере лично для меня нет таких ситуаций когда мне нужно под него лезть то есть я в начале когда деталь только запускается я смотрю что он делает и лази возле него и в этот момент конечно времени даже если что-то пойдет не так я просто перезапущу деталь я не потрачу много времени а когда он уже начал печатать я я не лажу и ничего этом сделать не смогу сбить тоже не смогу здесь же то бобину нужно будет поменять то не знаю что-то поднастроить что-то скорее всего придется лазить а может и не нужно будет ну это что-то новое то то чем никогда не пользовался а это всегда манит, всегда интересно. Ладно, берегите себя. Крепкого здоровья. Пока.